Алексей Мачанов. Коротко прокомментирую слова Сергея Соболева. Когда вы говорили про 200 миллионов, которые заплатил при продаже Банковаль, вы помните, что речь идет про Райфазенбанк, и речь идет только о том, что люди, которые покупали этот банк, им очень важна своя репутация. И в рамках этой репутации они готовы платить все налоги, чтобы все сказали, вот у немцев все хорошо не только у себя на территории. Люди, которые выводят свои сделки в офшорные зоны и не платят здесь налоги, им репутация не важна, потому что у нас народ голосует не за репутацию, а за набор обещаний. И чем больше баллов они набирают на Шустере, тем больше шансов, что человек пролезет в Радду и не будет там ничего делать, как, собственно, не делал и до момента, когда попал и в эту студию, и в этот парламент. Касательно того, что говорил господин Тарута, он сам только что признал о том, что нас ведет не гражданская война, а война с Россией, поскольку говорил о гражданской войне, но вспомнил ситуацию про заблокированные бензины и поставки. Война – это логистика и бюджет. И, естественно, что мы воюем с Россией, и в этой войне на стороне России с нами примет участие, к сожалению, граждане Украины, которые находятся в Донецке. Я вам скажу, человек, который был в кабинете у главы самопрозглашенной ДНР, что у них кроме флага ДНР висит флаг России, фотография Путина. И когда Александр Захарченко мне говорил о том, что мы продались американцам, я им честно сказал, что, Александр, я был в высшем кабинете нашей страны у Петра Порошенко, флага США и фотографии Обамы я там не видел, как и в любом райсовете. Поэтому, наверное, все-таки они значительно ближе к России, чем мы к Америке. Хотя дело много очень важных и разных вещей, в том числе и ошибок. В первую очередь, обсуждая вопросы выплат и пенсий, мы должны для себя ответить на тот вопрос, который я не раз задавал тебе, и, возможно, тогда я не задашу здесь в студии. Когда мы говорим, что мы хотим вернуть Донбасс, мы хотим вернуть территорию или людей. Только территорию, только людей или то и другое. Люди уже здесь. И я считаю, что для нас категорически невозможно оплачивать какие-то деньги на ту территорию, чтобы этими деньгами воевали против нас. Но мы вполне можем, имея дефекционные коды, класть деньги на карточку, с тем, чтобы человек их мог получать только когда он попал на территорию Украины, чтобы он хотел сюда попасть, чтобы мы строили здесь такую страну, попадая в которую человек, представящий ДНР или ЛНР или Крым, понимал, от чего он отказался, когда бегал с флагами и кричал «Путин, помоги». На сегодняшний день однозначной оценки в обществе нету, но огромное количество людей, которые говорят, что надо вести войну до последнего солдата и последнего патрона, не является в этот момент последним солдатом с последним патроном. И когда ты общаешься с этими людьми, выясняешь, что о войне они знают только из интернета и телевизора, и понятия не имеют, что такое война, что такое солдат и что такое патрон.